Найдите площадь прямоугольного треугольника, если длина гипотенузы равна 2 корня из 13 сантиметров, а длина медиана, проведенная из вершины большего острого угла, равна 5 сантиметров. Для начала сделаем рисунок. Предположим, что AB наибольший катет, следовательно, С это будет наибольший острый угол. Тогда СD равняется 5. Запишем наше условие. Треугольник ABC прямоугольный. BC равняется 2 корня из 13 сантиметров. CD равняется 5 сантиметров. AD равняется BD. Так как CD медиана. Найти площадь треугольника ABC. Ведем переменные. Пусть AC это Y, AD это X. А так как CD медиана, следовательно, BD также X. Рассмотрим треугольник ADC. Треугольник ADC это прямоугольный треугольник. И мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Тогда CD квадрат равняется AC квадрат плюс AD квадрат. Рассмотрим треугольник ABC. Треугольник ABC также прямоугольный. И также воспользуемся теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы это AB равняется сумме квадратов катетов. То есть AC квадрат плюс AB квадрат. Подставим сюда наше обозначение. CD. CD это 5. 5 в квадрате равняется AC это Y квадрат плюс AD это X квадрат. Второе. AB это 2 корня из 13 в квадрате. Равняется AC квадрат это Y квадрат плюс AB. AB это сумма длин двух отрезков. AD плюс DB. То есть 2X. И все это в квадрате. Решим полученную систему. Выразим из обоих уравнений Y квадрат. Тогда из первого получается, что Y квадрат равняется 5 в квадрате это 25 минус X квадрат. Из второго Y квадрат равняется 2 корня из 13 в квадрате это 52. Минус 2X в квадрате это 4X квадрат. Эти два уравнения мы можем приравнять по левой части. Так как Y квадрат и Y квадрат это одно и то же. Тогда у нас получается 25 минус X квадрат равняется 52 минус 4X квадрат. Сгруппируем. Перенесем все в одну сторону. Тогда у нас получается 4X квадрат минус X квадрат плюс 25 и минус 52. Равняется 0. Приведем подобные члены. Тогда 3X квадрат минус 27 равняется 0. Вынесем общий множитель 3. Получается 3 умножить на скобку X квадрат минус 9 равняется 0. Воспользуемся формулой разницы квадратов. Тогда у нас получается 3 умножить на X минус 3 на X плюс 3. У нас получается произведение равно 0. Разведение равно 0 в том случае если один из множителей равен 0. То есть X минус 3 равняется 0. Либо X плюс 3 равняется 0. Это у нас совокупность. Решим ее. Тогда из первого следует, что X равняется 3. Из второго следует, что X равняется минус 3. X равняет минус 3 посторонний корень. Так как длина отрезка не может быть отрицательной. Найдем Y. Для этого мы воспользуемся уравнением со звездочкой. Тогда у нас получается Y квадрат равняется 25 минус X квадрат. X равен 3. Значит минус 9. Тогда Y квадрат равен 16. Тогда Y равняется 4. Или Y равняется минус 4. Минус 4 также посторонний корень. Так как длина отрезка не может быть отрицательной. Найдем площадь треугольника ABC. Площадь прямоугольного треугольника равна полупроизведению его катетов. То есть A умножить на B. Эту формулу нужно знать. Тогда в нашем случае площадь треугольника ABC равняется 1 вторая умножить на AC умножить на AB. Подставим сюда наше значение. Площадь треугольника ABC равна 1 вторая AC. AC это Y. Y равняется 4. Умножить на AB. AB это у нас X плюс X. То есть 2X. То есть 2 умножить на X. X равен 3. Посчитав получаем 12. Запишем ответ. Площадь треугольника ABC равна 12 сантиметров в квадрате. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.